Приветище! Это Зельд Слеза Королевства, и мы находимся на том месте, где все началось. Ну, относительно, по крайней мере, здесь мы отдали меч Зельде. И теперь он у нас. Вот он, высший меч. Давай же его достанем и покажем. В общем, меч у нас в руках. Ганана мы победим. Надо посмотреть, сколько он урона наносит, этот меч. Сейчас, на данный момент. А, нет дамага. Понятно. Он просто очень больно лупит. Также я хочу тебе показать дневник воспоминаний. У нас открыто 12. Еще два. Это геоглифы, а остальные это сюжетные воспоминания. Ну, и, конечно, 18-е. Я немножко опередил события. Это когда мы получали меч. Так что сегодня нам нужно досмотреть два последних воспоминания. И после этого мы продолжим сюжетную линию. Кстати, раз мы уж тут... Помнишь, я взбирался вот сюда наверх? Вон там вот, высоко-высоко в облаках. Вот именно вот там вот. Видишь, какое-то сияние появилось. И я предлагаю туда подняться и посмотреть, может, все-таки что-то да там для нас есть в этот раз. И вот мы наверху. И ты посмотри-ка. Какой ты негодник. Все-таки здесь у нас появился дворецкий. Ну, давай подойдем и спросим, что ты хочешь? Я вас ждал. Мое предназначение испытать силу того, кто придет сюда посредством церемонии. Если он достоин, я должен поведать ему историю этого места, великого острова. Вы можете попробовать, если вам интересно узнать историю. Обратитесь ко мне снова, если вы готовы принять участие в церемонии. Спасибо, что подождали. Пора начать церемонию. Объясните вам правила церемонии. Давай объясни. Все довольно просто. Разожгите три костра и вернитесь сюда до того, как часовой колокол вновь ударит через 12 часов. Но имейте в виду, во время церемонии запрещено касаться ногами какой-либо поверхности, кроме крыши. Церемонию разжигания костров нужно успеть выполнить за 12 часов. В смысле нельзя трогать ногами землю? Проще говоря, она начнется с ударом часа. Других условий нет. Итак, церемония началась. Ты обалдел? Ну, первый я увидел костер. Кострище. Вот он. Так, а следующий-то где? У меня на карте он помечен? Нет. Нифига не помечено. Условия. А, у меня еще и отобрали инкарнации. Ёлки-палки. Ну, вот это дела. Подожди, если я сейчас трону землю. Ну, сейчас мы попробуем это все реализовать. Есть водопадики. Кстати, при помощи водопадов мы можем подняться наверх. Где мой костюм? Вот так вот. Поднимаемся. Разжечь костры, блин, не касаясь земли. Вы что, сдурели что ли? Теперь надо понять, как разжигать костры, не касаясь земли. Луком? Да, наверное, луком. У меня как раз вот тут приготовлено все уже. Так. Не промахнуться бы, снарядов мало. Промахнулся. Едеть колотить. Все, возвращаемся срочно, срочно, срочно к водопаду. Взлетаем. Ну и теперь получается, что надо лететь по кругу, да. Да, 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 точно. Водопады идут по кругу. Окей. Следующий водопад у нас вон там вот. Но там я не вижу костров. Он говорил про три, да? Предлагаю лететь сразу вон туда, потому что здесь я не вижу костров. Нет смысла все это облетать. Так. А, так вон он. Я его увидел. Вот ты где. Надеюсь, что это второй, а не третий. Если я профукал второй где-то там, то это будет чертовски обидно. Очень обидно. Давай, к водопадику. Ну же. Этот водопадик очень высокий, я тебе хочу сказать. Сейчас времени у нас 8.25, а я напоминаю, что в 12 часов прозвенят колокола. Так что нам надо успеть в 12. Мы наверху. О, вокруг дерева выложены камни. Там по-любому короткие. Поджигаем вот это. Не промахнуться бы, не промахнуться. Просто у меня совсем мало стрел. Есть. Дальше. Дальше куда летим? Кострище. Где же ты, кострище? Ну, во всей видимости, сюда. Но успею ли я туда долететь? Это вопрос. Насти что, в воде же можно, да? Только про сушу речь шла. Про сушу. Подожди, а это... Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот он. Третий кострище мы все правильно делаем. Обалдеть. Я сейчас все успею. Я сейчас все успею сделать. И даже к водопаду мы долетели. Прямо как я все грамотно рассчитал. Ты офигеешь. Я сам в шоке. Кострище я иду. И вон потом возвращаемся к храму. Все. Эти водопадики реально идут по кругу. Как надо. Интересно, что же мне дадут за это все делать? Сердечко, выносливость? Или может одежду какую? Да, одежду было бы круто иметь. При битве с Ганноном. Мощную какую-нибудь шкуру. Дракона, например. Все, я здесь. Блин. Давай назад чуть-чуть. Вот так вот. О. Слишком перелетел. И мне не давало возможность. Попал! Короче, стик не давал возможность еще ниже наклониться. Попал, попал. Все, надо возвращаться назад. Теперь сюда и к тому водопаду. К нашему консьержу. Время 10.25. И я с последнего водопада отправляюсь прямо к нашему дружелюбному роботу. Эй-эй. На крышу храма же можно вставать уже, да? Я здесь. Привет. Вы прекрасно справились и доказали, что вы достойны. Как я и обещал, теперь я поведаю вам историю великого острова. Участок, где расположен храм времени и окружающие его острова, когда-то давно находились на поверхности. Как видите, теперь они парят в воздухе. Причина этому то, что этим землям суждено стать местом, где пробудится герой, который победит короля демонов. Поэтому их отправили на небо, чтобы уберечь от козни короля демонов и его приспешников. Эти острова были подняты в воздух давным-давно великой силой мудрецов. Такова история великого острова. Ткань Заная. О! Это я, получается, получил для своего параплана ткань. Прошу, возьмите этот дар от мудрецов, которые подняли эти острова в воздух. Они приказали мне вручить его тому, кто выслушает мою историю. Ммм, ну я надеялся на что-то более. Ну ладно, хотя бы что-то, слушай. Хотя бы что-то. Ну все, теперь отправляемся на поиски геоглифов. И по пути, может, я буду тебе показывать какие-нибудь интересные ситуации. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА